В Бресте с двухдневным визитом побывала делегация китайского города Ухань. Гости посетили предприятия «Брест Нештранц» и «Савушкин Продукт», где познакомились с их работой. В рамках ознакомления с возможностями города над Бугом состоялась встреча представителей китайской делегации с председателем Брестского городского исполнительного комитета Александром Рогачуком и руководством торговых и экономических структур. Мы практически ежемесячно встречаемся с нашими китайскими партнерами, прощупываем друг друга, ищем точки соприкосновения. И сегодняшний визит – это рабочий визит. Но в чем здесь я вижу пользу? Никакого быстрого там побратимства быть не должно. Мы должны друг друга понять и почувствовать. Возможно, это просто такая инвестиционная разведка, возможно, это уже какой-то узкий интерес, как данная ситуация, конечно, мы видим по логистике, наработку. Но факт остается фактом. Если в 2016 году по итогам полугодия мы имели экспорт товаров из Бреста 100 тысяч долларов, сейчас мы уже имеем полтора миллиона долларов. В ходе общения глава делегации, заместитель председателя городского комитета Народного политического консультативного совета Китая Тань Жэнце рассказал о развитии города Ухань и акцентировал внимание на приоритетных направлениях для сотрудничества, таких как логистика, инвестиции и создание торгово-транспортных коридоров. Нам понравился ваш город. Он молод, но имеет свою богатую историю. Брест динамичный и имеет большой потенциал развития. Нам понравились брестские предприятия, которые у вас также интенсивно развиваются. И мы надеемся, что протокол о создании партнерских отношений, который подписан сегодня, посодействует двухстороннему сотрудничеству между нашими городами и углубит взаимопонимание между людьми. Не менее важной темой для обеих сторон стала тема сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма. Городу Ухань 3000 лет. В нем действует 91 университет, в котором обучаются 1 миллион 200 тысяч студентов. У Бреста и Уханя очень богато историческое наследие. И это направление перспективно и интересно для жителей наших городов. Как говорил Дэн Сиопин, самое главное – двигаться маленькими шагами, но в верном направлении. Все-таки я думаю, что эта встреча – это маленький шаг, но в верном направлении. И если нам еще удастся на самом деле привлечь китайских туристов в город Брест, мы можем иметь очень много выигрышей. И если в данной ситуации они инициируют эти отношения, они в большей степени сейчас как-то уже хотят войти на Брестский рынок, именно в Брестскую логистику, то, наверное, не использовать этот потенциал со стороны местных органов власти было бы абсолютно неразумно. Надо отметить, что в Ухане с промышленностью Бреста знакомы. В городских супермаркетах есть отделы с белорусскими товарами, среди которых молоко торговой марки «Савушкин продукт». И список в будущем будет пополняться. Завершилась встреча подписанием протокола о намерениях по сотрудничеству. Со своей стороны Александр Рогачук отметил фантастический потенциал города Ухань. А китайская сторона выразила надежду, что уже на ближайшем торгово-экономическом форуме, который пройдет в ноябре в Ухане, брещане смогут представить свой город в самом интересном и выгодном формате.